Кухня ЖКХ Стабилизация тарифа на квартирном доме. То есть, если мы понимаем, что у нас будет капитальный ремонт в следующем году, мы должны выполнить определенный объем работ в этом году, но в следующем году мы, допустим, можем снизить плату за содержание, потому что у нас капитальный ремонт выполнен, у нас технический износ уже не такой высокий, уже нулевой, если новая крышка кровли у нас или заменена система отопления. Соответственно, и тариф мы можем позволить для жителей ниже. А при смене управляющей компании эти все мероприятия не учитываются. Иногда вообще повышенный тариф даже может быть установлен с учетом какого-то вознаграждения старшему по дому. И вся работа управляющей компании, и предыдущей, и действующей, которая будет новым выбран, она будет все-таки скомкана. Чтобы такого, конечно, не допустить, нужно совету домов, активным жителям дома, да, как раз-таки в долгосрочной перспективе разрабатывать те планы работ, понимать, сколько денег собирается на доме, куда они расходуются, да, и контролировать деятельность управляющей компании. И отбирать ее не по принципу, от того, что она там близко находится, так в противном случае у нас тогда рядом с каждым домом будет новая управляющая компания, а все-таки по ее деятельности, по количеству домов в управлении, потому что чем большее количество домов в управлении, как правило, тем организация управляющей компании финансово устойчивее, потому что вот в этом комплексе, да, все-таки нужно обстоятельно сразу жителям понимать, да, выбор управляющей компании, какую они управляющую компанию выбирают, и что они выбирают в управляющей компании не на год или на месяца три, да, Да, они выбирают ее на долгий период, чтобы было как раз-таки качественное обслуживание желудочного фонда и планирование работы. Дайте нашим слушателям совет, по каким критериям не стоит выбирать управляющую компанию? Ну, в каждом случае, конечно, индивидуально, да, каждый квартирный дом имеет свои особенности, технический износ. Я думаю, что не стоит точно ориентироваться на близость расположения управляющей компании. В среднем это должно быть по закону не менее расстояния трех километров, да, в диапазоне трех километров. Также думаю, что не всегда нужно смотреть на заслуги и награды управляющей компании, а смотреть как раз на количество фонда, который находится в управлении и его износ. Потому что жалобы могут быть у любой управляющей компании, тем более, которая обслуживает порядка более 100 квартирных домов. Чтобы все были довольны, это просто невозможно. И также смотреть на открытость управляющей компании, на размещение информации в государственной информационной системе ЖКХ, так, как она работает с жителями, как она готова открыто предоставлять информацию без лишней бюрократизации, ну и, соответственно, как она выполняет работы. Управляющая компания «Актив Комфорт» приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей, заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес улица Роза, Люксембург, 86В. Телефон 222-892. Кухня ЖКХ